Следующие участники Встречай на фестивале «Камызяки» Юрмала и Камызяк — это небо и земля В свете небо и земля А у нас земля, земля, земля Одна земля Даже нет асфальта Одна земля И дождь Как здесь Лавбакар Юрмала Лавбакар правильно сказал? Лавбакар Да Друзья, просто латышский язык такой сложный Наверное, поэтому почти все латыши по-русски разговаривают Знаете, знаете, вы латыши, да, в отличие от вашей погоды Такие постоянные В прошлом году на КВД те же самые люди были Только немножко сидели по-другому Вот вы, мужчина Да-да-да, в восьмом ряду Вы-вы-вы Вы же в прошлом году на первом ряду сидели Довольный такой Что-то случилось, что ли у вас? И женщина с вами другая была Ну ладно А теперь по рабочим Уважаемые жюри У меня в руках официальное письмо Можно сказать, приказ Мэра города Камазяк О распределении кивинов на этом фестивале Внимание А, кем он себя возомнил Тут по-другому надо Кевин, птица строптивая Ее укращать надо Как Адриана Челентана Помните в одноименном фильме? Помните, когда Адриана Челентана ногами виноград додел? Вот что значит Европа Тут люди вино ногами делают У нас в России руками не получается Давай, Камазяки, Юрмоли, поехали! Итак, начнем! Песня про первый канал Шел проект по первому шоу навека С вышки в воду прыгали звезды кое-как Затарив дыхание, люди ждут когда Выплыть не получится Умните, Фомина Но все будет хорошо Камазякское телевидение не стоит на месте А уверенно падает пропасть И вот, к примеру, бешеное популярность шоу Один в один на Первом канале Привела к тому, что на Камазякском телевидении Сняли такое же шоу Один в один, как Один в один И победителем шоу Один в один по-камазякски Становится мэр города Камазяк Поздравляю, спасибо Мэр, мэр, Виктори, мэр Стоп, снято Все, молодцы, поздравляю Финальную передачу сняли Теперь давайте, знаете что? Теперь давайте предыдущие передачи снимать Только уже с соперниками Мне же соперники нужны Я же не могу в этом шоу один участвовать Это же не выборы А давайте у нас в мэрии всех под звезд загримируем и все Не надо никого гримировать Вот, посмотри, у нас бухгалтер Один в один Михаил Прохоров Но ведь Прохоров не певец Ну это же хорошо Зато никто не удивится, почему ты проиграешь Все, давай пой Песня про Кипр Весь покрыт офшорами Абсолютно весь Остров невезения Где-то в море есть Остров невезения Где-то в море есть Лично я оставил там Миллиона Ну вот Здорово же, когда без понтова Так, ты давай Ты будешь у нас Батархан Шукенов Так, подожди Стоп, стоп, стоп Тебе надо хореографию потянуть Ну давайте я на сальсу запишусь Какая сальса? Ты же мусульманин Тебе сальса нельзя Вот Вот это будет мой самый главный соперник Вы посмотрите, как он на Игоря Николаева похож Спасибо, конечно Но я плохо пою А вообще один в один Игорь Николаев Вы знаете, грех было бы не использовать Игоря Николаева Ой, сейчас как Наташа Королева сказал Давайте, знаете, сейчас Внимание, давайте будем снимать передачу Где я утираю нос Игорю Николаеву Ой, сейчас вообще как Тарзан сказал Все, давай, пой Жизнь невозможно повернуть назад Хотя у Пугачевой получилось Ну вот великолепно Великолепно же, когда отвратительно Сразу проиграешь Почему? Во-первых, потому что это не твоя песня Во-вторых, это не твое дело Лезешь куда не надо Вот, ты будешь дробыш Не буду Ну как это не буду Рано или поздно С таким отношением к людям Ты будешь дробыш Я сказал, не буду Вы прекратите мне мозги компасировать В конце концов или нет Я что, для себя стараюсь, что ли? Я во благо города все это делаю Вы понимаете, что мы можем Снять передачу И заработать миллион долларов Ого Все долги в Камазяке покроем Еще на город останется Вот вы вообще хотя бы в жизни Вот хоть раз Видели эти деньги такие? Нет А я видел Ты очень много раз видел Они у меня вот так вот на столе лежали Я их взять мог И что, взяли? Это не твое дело, понятно? Ты что, прокурор, что ли? Да, я прокурор Ты дробыш! Все, дальше поедем гастролировать В Москву поедем? Нет, в Москве вот такими никого не удивишь Вы вот так вот могли бы и не делать Заткнись Знаете что? В Латвию поедем Там денег много И в случае, если нас разоблачат Там смертной казни нет Подождите, так у нас тоже смертной казни нет Я тебе сказал, заткнись Ты еще пойди по всему Камазяку Это растрезвонь Это у нас единственный Сдерживающий фактор в нашем городе Все, давайте репетировать Дорогие друзья Оказывается, сейчас параллельно с фестивалем Голосящий Кивин Проходит чемпионат мира по гостеприимству среди городов И в финал прошли два города Юрмала И Камызяк И вы знаете, мы сейчас с гордостью хотим заявить, что город Камызяк Второе место Чурмала Чурмала празднует вновь Камызяки на твоем берегу Здесь, как всегда, у всех все прекрасно Особенно в первом ряду Счастье свое латыши На Европе реветут Начнется новая жизнь И может нефть здесь найдут Такое счастье по-камызякски мы называем ништяк Мы первый раз поем пальцетам песню про Камызяк В Юрмале снова за золотого борется много команд А Камызяку дайте большого, нам без Кивина нельзя Всегда ваши Камызяки По-любому правильные пацаны По-любому правильные пацаны С Кивином возвращалась однажды из Юрмала и следующая команда Думаю, амбиции у них сегодня те же На сцене команда КВН «Союз» город Тюмень Ох ты, Боже мой Вашему вниманию представляется выступление в исполнении Лауреатов музыкального фестиваля Среди неадекватной молодежи Тюмени Скажи наркотикам «Штрудель» А также победителей конкурса красоты Среди профтехучилищ «Красавелла-2013» Увеселительный аморальный ансамбль Сокращен на «УАА» «Союз» Смотрим Есть в России нефть, газ и леса То же самое примерно в США Это мировые сверхдержавы две Ну а Латвия немного в стороне Потому что только шпроты у тебя Остановитесь Я смотрю, вы вообще не понимаете, где вы Это Юрмала Здесь сидят солидные, обеспеченные люди Солидные, обеспеченные люди сидят в Лефортово Так, Витя Вы что, не могли подготовить ничего достойного? У меня же замечательная песенка Я рисую на Феррари Арматурой слово твари Что ж вы, твари, на Феррари Мой мопед к стене прижали Достаточно Действительно, лучше б станцевал Здесь кто-то что-то сказал про танцы Амфитамин и фарбитурат Девочка ночью прошла через ад Артём! А чё, мне понравилось? Это потому что вы быдло, Витя А чё, это я быдло? Ну вот у вас девушка есть? Нет А тёлка? Да Вопросы? У вас что, нет нормального певца? Да, после вчерашнего певцо бы не помешало, Александр Александр, да в вас и так столько алкоголя, что хоть пакет надевай А ну не поясничайте Друзья, запомните В Юрмаль Идиот Лёлечка, я знаю, вы не подведёте Выручайте, спойте нам что-нибудь Да-да, блесните металлокерамикой Айдар Ягодицы Нины Не влазили штанины Ягодицы Нина в штанины Впихнуть не могла Как трещали эти джинсы на рассвете Зря, наверное, Нина ночами жрала Лёлечка, давно хочу вас спросить А вы своему мужу изменяете? Нет Ну пожалуйста Айдар, хватит Друзья, мы второй раз в Юрмале Ну второй раз, то вам всегда лучше, правда, Лёлечка? Айдар, вы можете хотя бы раз выступить по-человечески? Гулять так, гулять! Пока. Александр, а ну-ка вернитесь. Я понял, чтобы получить в Юрмале Кевин, мы должны просто спеть песню, которая нравится всем. Кирилл, ну всем нравятся разные песни. Тогда пойте все песни сразу. Мама Люба, давай, давай, давай. Опа Гангнам, да опа Гангнам стайл. Носа, носа, бара-бара бери, да опа шинанай. Хоп, муза, рот, лан-тре, лан-фра, не жей мне строк. Хоп, муза, бара-бара бери, да опа, дым сигарет с винтоном. Yesterday my trouble, Симсон, мальчик гей. На поле танки крохотались. Учхудук. Погода в доме. Чао, бам-бина, я сау. Но зато, мой друг, лучше всех играет плюс. Но не очко обычно губит. От 11-ти тус. Шоу маст гау-оу. Дорогие друзья! В конце нам бы хотелось объяснить, зачем мы приезжаем в Юрмалу. Просто мы хотим, чтобы у Латвии остались хоть какие-то хорошие впечатления о Союзе. А в море тут неглубоко, глубоко, глубоко, но скупает Москва. Москва. Землю в центр Латвии. А-а-а-а-а. В Юрмале дома. Сегодня никуда от шуток не уйдешь, от шуток нет спасения. И тинт-тарик гремит, как будто подошла волна землетрясения. Этот яркий день мы надолго-надолго запомним с тобой, если Кибель получит вдруг золотой. Для следующей команды, участницы нашего фестиваля, концертный зал в Зинтере, это родные стены. Ну, стены, не стены. Даже отсутствие родных стен не помешало им собраться вместе. На сцене команда КВН «Рижские готы». Недобрый вечер. На этом юрмальском фестивале «Рижские готы» всерьез решили побороться и доказать, что их все еще кто-то любит. Для этого мы приглашаем на сцену наши вторые половинки. Это девочка откуда? Из Таиланда. Это не то, что я думаю? Конечно, нет. Мы с ним просто в армии служили. Мулатка? Афроэстонка. Афроэстонка? Ее эстонская мама не смогла убежать от ее африканского папы. Это мужик? Да. Просто у нас в Европе легализовали однополые браки. Так у вас брак? Нет. Просто он сказал, что сломает мне руку, если я не скажу, что в Европе легализовали однополые браки. Это кто такая? Мисс Латвия 2011. А это? Мисс Латвия 2012. Но они же одинаковые. Это в России все время вкусы меняются. А у нас в Латвии стабильность. Стабильность. Вторые половинки спасибо. Князь, смотри, особь вернулась. Да не, не может быть. Это не она. Два соска, Антошка, прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, голым не играй. Точно она. Зачем вернулась? Просто я в Латвии родилась и в Латвии хочу умереть. Типичный гражданин нашего государства. Работает в Москве, а умирать приезжает в Латвию. Да, я играла за другую команду. Но я готова искупить свою вину сексом. Будешь должна. Ладно, особь, с возвращением. Особь, докажи всем, что ты все еще в форме. Дядя босиком шел из казино. Шел из казино и охал. Если ты в трусах, это хорошо. А когда наоборот плохо. Особь, давай жестче. Надо мною тишина, подо мною тишина. Справа, слева тишина. На пальце пирочка. О! Здравствуйте, дорогие Латыши. Я прошу прощения, что врываюсь на КВН. Но как представитель Рижской Думы по делам молодежи, я должен отсчитаться. Значит, все деньги, выделенные на рижскую команду, пошли на дело. Гробов было закуплено 6 штук. Шипы наручные 24 штуки. Шипы на шейные 36 штук. И трусы кожаные, размерами L, XL и Егор. Да, 4XL с молнией позади и шипом по центру. Но вы не волнуйтесь, после выступления все это останется на балансе города. И разойдется по школам, детским садам, домам культуры. Правильно, Феликс Эдмундович? Я не Феликс Эдмундович. Ну а почему тогда летом в кожаном плаще? Но не суть. Ребята-то очень хорошие. Ведут активную социальную работу. Вот Егор все лето простоял на кукурузном поле. Ни одна ворона урожай не поклевала. Более того, можно я скажу, Егор? Он даже трех съел. Пользуясь возможностями Первого канала, хотелось бы лично обратиться к мэру Риги Нилу Ушакову. Ребятам негде репетировать. Они вынуждены собираться на кладбище. Это наша принципиальная позиция. Помолчи. Нам нужно отдельное помещение. Рядом с кладбищем. У нас страна маленькая. У нас в принципе все рядом с кладбищем. Надеемся на вашу поддержку. И закончить хотели бы танцем. Потому что рижские годы... Национальный латвийский танец. Это, конечно, хорошо. Но я надеялся, вы станцуете танец от радости, если мы получим Кевина. Поверьте, если мы получим Кевина, мы станцуем этот же танец. Это в России для каждой ситуации танцы разные. А у нас в Латвии стабильность. С вами были «Рижские годы». Команды-участницы фестиваля благодарят правительство Тюменской области в лице губернатора Владимира Якушева. ОАО «Сибур Холдинг» в лице Леонида Михельсона. Некоммерческую организацию Межрегиональная лига КВН «Рига». Вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. Ректором ГИМО Анатолия Таркунова и проректора Наталью Кузьмину. Главу города Пятигорска Льва Травнева. И вновь Украина. Украина. Прошлогодний юрмальский успех готова повторить сборная Днепропетровской области. Команда «Днепр». Начать мы хотим с самого обсуждаемого номера прошедшего Евровидения. С номера азербайджанского певца Фарида Мамедова. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, опасно. Можно же на задохнувшегося человека наступить. Так, короче, давайте дальше без экстрима, а так как мы умеем. С любовью? С любовью к жизни. Такая ситуация рано или поздно должна была произойти в каком-то караоке-клубе. Произошла в караоке Юрмальском. Только... Юрчик красавец. Рюмка-водки на столе. Так, стоп. Петер плачет сахар. Ты, ты, стоп! Ты че, лепс? Он. Вы че мои песни поганите, а? Че я вам сделал? Ну нет слуха, нет голоса. Есть же Сергей Шнуров. Там просто материться под музыку надо. Понапиваются, поют мою рюмку водки. Я извиняюсь, а вы ее трезвым что ли поете? Ты че, охренел? Григорь, вы знаете, мы вас очень уважаем. Вы же у нас каждый год в Туле на День города выступаете. Че ты тулишь мне? Я в прошлом году у вас летом был, а в этом году зимой. Ну так у нас День города под вас и подгоняют. Гриша, Григорий, мы просто не можем вытянуть такие высокие ноты, как... Вот как вы это делаете. Да я еще не так тебе сейчас сделаю. Григорь, вы знаете, у нас сегодня праздник. Мы сегодня первый раз за весь отпуск бежом вырвались. Да? Ага. Ну тогда для вас и для всех мужиков курорта песня. Кто поверит, я и сам не верю. Все случилось, будто бы во сне. Собирались в отпуск на неделю. Но не дали визу вдруг жене. Я счастливый, как никто. Я счастливый ей назло. Весь раз целовой не готов. Отдел визы паспорта. Передавил, малеха. Продолжаем летнюю тему. Начать курортный роман очень просто. А вот закончить его наверняка, это уже большое искусство. Итак, последний день отдыха. Понимаешь, Дианочка, нам надо расстаться. Дело не в тебе, я тебе сейчас все объясню. Ты прости на море в первый день. Я в камнях упал. Память и кольцо с руки своей. А там я потерял. А вчера прибой кольцо вернул. Вместе с памятью моей. Я женат, есть пять детей. Я б лучше утонул. Прости, скорей. Ты в отеле, тысячный клиент. И отель решил, Чтобы аниматор, то есть я, Тебя наградил. А сегодня акции конец. Вот тебе сертификат. Наш отель вас будет рад Увидеть через год опять назад. Короче, я из ЦРУ, я спецагент. Смысла нет скрывать. И я должен в этот вот момент Был тебя убрать. Но, 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 я шанс тебе последний дам. Ведь любовь сильней погон. Поскорей садись в вагон И мчи в свой магадан, вон там перрон. Всему на свете вопреки Брать продолжают мужики. И эти фразы прозвучат Двадцать лет спустя. Ну, ну и нас сладкая. Уже известная вам молодая пара. Игорь и Лена. Отлично провели время в Юрмале И собираются домой. Да закрывайся ты уже, ну. Подожди, Игореша, я еще сувениры не положила. Ё-масовы торгаши. Смотри, что накупила. Пахучие травы для Зайцевых. Понюхай. Ммм, как пахнут Выброшенные на ветер десять лат. Ммм. Это что такое? Знаменитая прибалтийская косметика. Для начальницы своей купила. Зачем? Она и так выглядит, как старая Рига. Два-три интересных места, а так больше ненужно посмотреть-то. Жлоб. Сам любишь хорошие подарки? Помни, что тебе мой брат из Африки привез? Помню. Малярию. Малярию и ковер. Висит красавец на стене, глаз не оторвать. Особенно, если ты лежишь 30 дней с малярией, и тебе вообще больше смотреть некуда. Можешь не волноваться, Игорь, почти всем остальным я купила просто значки с именами. Стоят копейки. Ну, во-первых, Лен, латвийские копейки далеко не копейки. А во-вторых, откуда у тебя подруга с именем Хельга? Хельга? Да по-английски Лена. Listen to me, Хельга. Мы сейчас идем на рынок и возвращаем все эти богатства владельцам, деньги, рабочим. Хотя, погоди. Давай, наверное, вот этот колокольчик для твоей мамы оставим. Красивый. Так неожиданно. Ну, а что, Лен, как по-другому? Это же мама твоя все-таки? Да. Привезем, она обрадуется. Угу. Приятно будет. На шею оденет его себе. Я хоть буду слышать, когда она к нашему дому подходит. Что ты так маму мою не любишь? Да что я не люблю, я ей колокольчик везу. А за эти сувениры удавиться готов? Да я сам, потому что приготовил всем сувениры. Вон, смотри, каждое утро собирал эти одноразовые гели для душа. Глянь, сколько их, вон, хорошие такие все. Ага. А Зайцевым ты тоже гель для душа подаришь? Зайцевым тапки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что это за бред? Лен, да я просто к тому, что мы очень много думаем о других. О себе не думаем совсем. Нам надо больше времени вместе проводить. Ребеночка, в конце концов, завести. Имя ему какое-нибудь подобрать. Вот, смотри, давай. Ну, к примеру, да, вот. Вот. Лена? Скажи, пожалуйста, а во сколько мне примерно обошелся каждый этот значок? Примерно Влад? Вот Влад и назовем. Ну, и что хочется сказать в конце? Идем мы вчера по Йомасу. А нам навстречу Геннадий Викторович Хазанов. Веселенький такой. И в руках у него две банки яблочного сока. Он из одной пьет, а второй запивает. Мы подходим и говорим, Геннадий Викторович, а мы все поняли. У вас в одной банке не яблочный сок. На что он нам ответил, ничего вы не понимаете, молодежь. У меня в обеих банках не яблочный сок. Берите от Юрмала все. Душа разрывается пополам. Но в сердце останется Юрмала. И ночи бессонные под луной. Конец и условные мы с тобой. С любовью! Днепр! Обними меня сильней. Ты видишь, я бегу навстречу. В прошлом году именно они взяли главную награду фестиваля. И их амбиции тоже, полагаю, при них. Команда КВН «Пара по парам». МГИМО, Москва. Ну что, встречай Юрмала на сцене «Пара по парам». МГИМО! В Юрмале летом Весь мир отдыхает Время приходит И все уезжают Когда все потратят Довольные русские, сын и чехи Болгары, румыны, поляки, греки Французы домой улетают в Париж Но их всех провожает Богатый латыш Сытый латыш Лобакар латыш Ну что, дипломаты, собрались? Да! Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен Мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву Здорово жить Здесь, а в Москве работать Вот так вот Вот так вот шутки И сразу ворвалась на фестиваль Дорогие мои друзья И сегодня я хотел бы вам рассказать Как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз Вообще, в этом организме Германия — это, конечно же, сердце И, естественно, все боятся, что сердце может отказать Да, пока оно отказало лишь Кипру Но ёкнуло-то у всех Странно, при Балтике — это ухо, горло, нос Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушаться Греция — это татуировка Она появилась, ну, по молодости А сейчас её попробуй выведи А вообще, как вы все прекрасно знаете Сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ И даже несмотря на то, что всё газообразование происходит в России Я, извиняюсь, пучит всю Европу И вы наверняка спросите А вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что, мужчины, лёгкие? Нет, лёгкие и тяжёлые — это всё Голландия А вот Латвия — это душа А вот Латвия — это душа Уживите вы для души Продолжим Друзья, в России наконец-то начали бороться с пиратством В частности, теперь запрещено выкладывать музыку в социальные сети Но пользователи нашли выход из этой ситуации И стали переименовывать известных исполнителей Так, например, теперь под псевдонимом «Волосады Попрыгун» Можно найти Игоря Корнелюка А Полина Космос — это Полина Гагарина Друзья, чтобы вы не запутались, мы представляем вашему вниманию Полный список ваших любимых артистов И как теперь они будут называться в социальных сетях Старопляс Газманов Мать-одиночка Киркоров Дедова-радость Надежда Бабкина Бабкина-надежда Стас Михайлов Латыш Раймонд Паулс Латышка Лайма Вайкули Латыши Брейнсторм Мадонна Пугачёва Примадонна Галкин Шанса Барт Трофим Шанса Попс Ваенга Попа Шанс Зверев Вадим Казаченко Вадим Казаченко Вася Валерий Сюткин Вася Конечно, Вася В общем, слушайте, дорогие друзья, латышей и латышку И Васю Васю Конечно, Васю Дорогие друзья, пока мы не знаем, какие у этого фестиваля будут результаты, но одно я знаю наверняка, когда я буду рассказывать о нем своим внукам, я буду, знаете, как и любой человек, чуть-чуть приукрашивать. Раз на Рижском взморье, где-то среди сосен, юмора бизоны проводили фестиваль, толпа рука плескала, на сцену приглашала мгимошника по имени Иван. Я извиняюсь, а нас там не приглашали? Вы в тот год к несчастью приехать не сумели, сразу же об этом я тонко пошутил, прервал меня Васильевич. На, Кевин, за смелость! Спасибо, что приехал, спасибо, что один. Статистики немедля, данные подняли. Это самый быстрый был в истории Кевин. Тут же мне вторую за скорость птицу дали, я скромно отказался, за это третью получил. Но на удивление все только начиналось, я вспомнил развеселый старый анекдот. И вот уже на сцену светло-зубый верник светлого Кевина мне в зубах несет. Тут внезапно дама в зале закричала, как же так Кевина? Из-за анекдот Гусман разозлился, помолчил Лариса, да еще Кевина. Видишь, парня прет, подошел ко мне вдруг статусный мужчина. Молча улыбаясь, гордо руку мне пожал. Можете не верить, а вот я не удивился президентского Кевина. Лично Путин мне вручал. Вышел я из зала, увидел Маслякова, он в море по колено. Грустно смотрит вдаль, что же ты наделал, а, Иван Абрамов? Есть ли дальше смысл делать фестиваль? Приобнял его я и сказал, дружище, благо мне в то время, как бы статус позволял. Ну, конечно, стоит, стоит без сомнений, чтобы я все это вот внукам рассказал. Ларри, 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 да. Вот так вот. Дорогие друзья, дорогие друзья, с 1 января в Латвии официальной валютой станет евро. Поэтому вам, дорогие латыши, придется попрощаться с вашим старым добрым другом. Итак, встречайте, латвийский лад. До свидания. Да, не думал, что лат выглядит вот так. А как по-башему должна выглядеть самая тяжелая валюта в Европе? Ну и что вы будете делать с 1 января? После 1 января я ухожу в царство мертвых денег. Туда где немецкая марка, французский франк, белорусский рубль. Белорусский рубль разве... Он нет. Но разве это жизнь? А сейчас... Я хочу прощаться со своими друзьями. О-о-о... Я смотрю, поближе сидят те, кто знал меня поближе. Прощайте и вы, незнакомцы! И для вас, родные мои, моя лебединая песня «Лата». Мы были вместе 20 лет, пора чудес. Мы вместе победили рубль, вошли в ЕС. Не мог ты раньше без меня ни есть, ни пить. Теперь мне надо уходить, и я вернусь. Но я останусь, останусь в стареньких штанах, останусь в бабкиных челках, не обнаруженной заначкой. Как часть названия страны, как украшение стены. И у таксистов видят с дачи. Ну что ж, друзья, уходит в лад, никто здесь этому не рад. Желаю счастья с вашим евро. Ты лад в историю спеши, но избавляться не спеши. Ведь я вернусь с дефолтом первым. Ну и напоследок немного рока. На соло-гитаре Леонид Маргунов. И на соло-гитаре Без гитары Иван Абрамов. Вновь фестиваль, стирай границы. Снова за птицей прилетели сюда. Эти легенды из столицы. Чтобы в сердцах ваших бытов всегда. Чтобы в сердцах. Официальный банк Игорь КВН, банк Петрокоммерц. И завершает конкурсную программу еще один популярный киви-наносец. Команда КВН город Пятигорск. Город Пятигорск. Город Пятигорск. Народная команда. Но поскольку мы в Латвии, встречайте! Латышская народная команда. Город Пятигорск. Город Пятигорск. Город Пятигорск. Город Пятигорск. Только латыш без мягкого знака пишется Хватит, Оля Зачем ты в свадебное платье вырядилась? У меня свадьба завтра У тебя что, жених есть? Был бы жених, была бы сегодня А как же... Да что, долго ли умеешь, и он их сколько Ну что, Европа, готова к кастингу Так, латыши, давайте, не стесняйтесь, руки поднимайте Не бойтесь, брак будет гражданским Мне от вас только гражданство нужно Господи, Сюткин А ну, пригнитесь, Валера Тань, как тебе тут мужичок? Не, да? Ну, бог с ним, Сюткин так Сюткин Оль, по-моему, он женат Ну так и я это платье не первый раз надеваю Фор ю, Валера Он не красавчик, чтобы все с ума сходили Но на правах невесты все же предупрежу Эй, девочки, которые в нем что-то находили Увижу, рядом ноги оторву Прекрати! Господи, думала собака Что ты устроила? Какая свадьба? Мы приехали сюда за золотым кивином Да! А, ну так бы и сказали, что приехали за золотым Давайте возьмем его Оль, нафига он нам? Тань, ну ты соображаешь, его кто будет вручать? Сюткин? Выйдет на сцену, я его тут... Хадаш! Тебе птицу мне Сюткина! Класс! А мы? А вы начинайте, ребят! Друзья, всем известная история о Мэри Поппинс Которая улетела, когда переменился ветер Ну давайте немного пофантазируем И представим, что было бы, если бы ветер так и не переменился Не надо ставить палатки там, где я летаю, понятно? Я тебе в следующий раз этот зонтик Мистер Бенц, миссис Бенц, я к себе Мэри, останьтесь Чё? Где вы были всю ночь? Да будет вам известно, мистер Бенц, что леди на такие вопросы не отвечают Скажу лишь одно, что вашего брата, мистера Эй, теперь я называю мистер Вау Что? Мэри, нам нужно серьезно поговорить Да, 10 минут Хорошо Почему наши дети плохо едят? Потому что они плохо охотятся Как это охотятся? По-моему, это нормально? По-моему, нормально Вы недоплачиваете мне, я недолюблю ваших детей Поэтому, да, вы разучиваете с ними ваши странные песни Ничего не странные, а жизненные Изменения в природе Происходят год от года Но есть то, что не зависит От погоды и от моды Ни ангина, ни простуда Посерьезнее беда Лежит в мавзолее Володя Сто лет не выносят вождя Ни туда, ни сюда Нельзя Да хватит Мэри, вы нас пугаете В чем проблема, предки? Вот, опять этот жаргон Спроси у нее Нас вообще интересует ваше прошлое Почему у вас все зубы золотые? Как, я вам разве не рассказывала? Тридцать три коронки Тридцать три коронки Тридцать три коронки Золотая пасть Тридцать три коронки Тридцать три коронки Это что-то было так у вас И я, главное, всей массой Прекратите апрельсы И вообще, почему мы до сих пор не видели ваших рекомендаций? Да, у кого вы работали до нас? Я работала? Леди совершенства? Да вы знаете, кем я была? У кого квартира в центре И шикарный белый Бентли Не работав, ни дня упакованная И совсем не трудно Угадать, друзья Чья любовница я? Мэра! Леди мэра! Мэра! Леди мэра! Мэра! Вы уволены! Вы уволены! Так, мне надоели эти бессмысленные разговоры Дети, собирайтесь, мы идем гулять в парк Ночью? Да С детьми! Я твой страшный Так, мэри! Я сейчас... Друзья, ни для кого не секрет, что в Европе существует такое явление, как секс-туризм А у нас в Пятигорске его нет Потому что высокий моральный облик города уже много лет охраняет ООО желание Значит, вы говорите и исполняете любые фантазии Строгая учительница, порочная медсестра и беспринципная полицейская Скажите, а можно всех сразу? Отлично! Жду! Кто там? О-о-о, желание Ни хрена себе девятый этаж без лифта Девочки, заходим! Здрасте! Здорово! Добрый вечер! Ну, кто тут решил наказать всю бюджетную сферу? Фамилия? Диланян? Очень приятно, Таня, Катя, Ольга Александровна Подождите, здесь какая-то ошибка Я вызывал благородных представительниц древнейшей профессии А тут еще круче, древнейшие представительницы благородных профессий Так вы что, настоящие? Ну А зачем вы этим занимаетесь? Дорогой, ты расценки видел? Я за эти деньги либо в школе месяц буду говорить, как это плохо, либо здесь сейчас, как это хорошо Так что, как говорится, начинаем классный час Ну, с кого начнешь? Ой, что-то сердце прихватило А, Танька, ты фартовая! Куда ни приедем, мужики с тебя начинают Я не это имел ввиду! Так, давай выбирай быстрее, у меня перерыв заканчивается Действительно Ну, давайте с полицейской начнем Неправильный ответ, Диланян Ты вот сейчас себе десертом аппетит испортишь, потом основные блюда не захочешь Послушайте, девочки Я так сразу не могу Ну, может, вы для начала, я не знаю, потанцуете Девочки, давай, забегай Девочки, Даня, Катя, Ольга Александровна Да что опять не так? Ну, я не знаю, ну, добавьте чуть-чуть и ротики А это что, по-твоему, было? По-моему, это порнография Так, ты меня достал, Катя, давай, пристегни его Что это за? Таня, простимулируй Давай, давай Аллергия на препараты имеется? Что за препараты? Отпустите меня! Девочки, вот вам тысяча долларов, а я пойду Ну что, звоню? Звоню Давай Алло, Натаха, ну, вроде как, твоего отводили, ага Чей там следующий адрес? Раечка, диктуй Наша служба и опасны и трудны В последние годы Большой театр сотрясают скандалы Вследствие чего его покинули Волочкова, Цискоридзе и другие ведущие солисты Но мы уверены, что это никак не отразится на качестве спектаклей Потому что свято место пусто не бывает Так, тянем носок Выше, выше Делаем Батман Ну Иванов, ты же знаешь, что такое Батман? Ой, что это? Большой театр, что ли? Ну, не знаю, у нас в Пятигорске ничуть не меньше Женщина, вы кто вообще? Разрешите представиться Любовь Маслякова Послушайте, Любочка Послушайте, Любочка Ольга, меня зовут Ольга Ольга, что вам нужно? Я буду у вас танцевать, куда мне встать? Так, что значит встать? Сначала покажите, что вы умеете Только я с партнером Ну, естественно Знакомьтесь, Ашот Лиепа Кстати, по опыту на афишах лучше писать А.Лиепа Давайте, давайте, показывайте уже Синхробуфа танец падения Барселоны Прекратите! Вы понимаете, что это Большой театр? Мы не ставим здесь всякую чушь Вот, Чайковский, спящая красавица Спящая? Легко Любовь Маслякова и Алиепа Спящая красавица А.Лиепа 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...